Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это партия Сидмерс Цивилизейшн 5 на карте Пангея, в которой я играю за кельтов. В моей группе Sirius проводят очередной FFA-турнир, я в нём тоже решил поучаствовать. Все партии я вам показывать не буду, как всегда, только интересные. И вот это, по-моему, получилось необычной и не похожей на другие. Поэтому устраивайтесь поудобнее, будет много серий, только заранее прошу, давайте без оскорблений участников в комментариях, и не надо писать бессодержательные спойлеры. На этом всё, приятного вам просмотра. Итак, у меня на выбор Кельты, Греция и Дания. Ну что, вот у меня Кельты, Греция и Дания. Что порекомендуете? Либо Грецию, либо Кельтов. Все такие опасные нации. Ну просто Кельты, они самые универсальные, то есть они и так, и так. То есть и на развитие можно и повоевать, и воля, и традиция. Ты раньше арбалетов не держался, я думаю, Греция поможет тебе выжить. Ну не скажи. Вполне могут и китайров вынести. Так что не факт. Нет, нет юнитов, не ластрии. Греция просто какая-то очень такая в одну сторону. Ну Даня это вообще, нет. Даня просто конкретно такая, без вариантов как-то. Так что Кельтов. Я буду бабой играть. Вот мы с Анатолием должны дружить. Женская солидарность, там всякое такое. Ну что вы там думаете, господи? Из трех наций выбрать не можете. О, блин, зулусы. Зулусы, нет. Что-то мне захотелось Грецию взять прям. Ну, всем удачи. Интересные игры. Начало интересное, только вот то, что тут рядом море. А, это озеро. Это интересно. Так, ничего, соляные старты есть. Я бы даже, может, и не уходил отсюда. Единственное, я думаю, встать на холм или нет. Все-таки молотки лишние. Другой стороны, здесь как-то место получше выглядит. Да, но здесь сразу будет три леса, то есть плюс два к Вере. Давайте, наверное, встану. Ну, да, нормально. Нормально. Пантеон какой брать? Наверное, на пустыню надо будет взять пантеон. Ну, в принципе, двое, видите, на море уже стоят. Ну, на воде, во всяком случае. Может, у них тоже, конечно, на озере. А за кого ты лигу играешь? За Сям. То есть Сям и Австрии на воде, да? Возможно. Или на озере. Нет, я думаю, на воде. На озере. Я вам сразу поверил. Как только вы сразу заговорили про озеро, сразу ощущение, что на озере. Да, надо брать. Еще я тоже на озере. Ну, как тебе сказать? Правда или нет? Говори нет на море, тогда они задумываются, потому что, может быть, ты врешь. Ярко, конечно, на озере. Три. Да. Швезд в пацаном озере появляется. На медиа неплохо будет город поставить. Жалко, что, конечно, столица не у горы. А, что сюда прыгнуть? Надо было на мете прыгнуть. Ну, где руинки мои? Что за фигня? Так, следующим ходом надо быстро брать пантеон, чтобы никто внезапно не нашел ГГшку. Ну, на пустыню. Нечего думать особо. Ясно-понятно. Сразу поставим на пророка. По идее, с таким количеством веры, плюс четыре уже сразу с первых ходов, я должен быстро религию основать. Еще один варварский лагеря. Ну, кстати, мне не очень нравится, все-таки как-то у меня столица стоит. Ну, не самое крутое место, прямо скажем. Блин, или скау, то лучше. Хотя еще скау-то лучше сначала. Как-то тут нету ощущения, что мало разведки. Сюда прыгну, наверное. Привет, Золос. А, рановато что-то мустрит. Ну, ладно. Ну, хотя бы не второй ход, уже лучше. Привет, Кельт. Здорово. Ну, я оттуда далеко. Ну, это отлично. А ты? А я не очень. Пять клеток, столица. Ну, я не думаю, значит, что у нас там будут какие-то терки. Потому что все, пять клеток, то есть еще все эти холмы. Не думаю, что тут проблемы. В начале игры могут быть какие-то. Три жители сильный ход неплохо. Я думаю, в рынке нашел. Ну, естественно. Нет, почему, если три еды, то к этому ходу уже может быть три жителя. Ну, если две клетки с тремя едой. Руинка вероятнее. Руинка вероятнее, да. Это я хорошо зашел. Так, а что у нас там по поводу Эльдорадо? Сейчас я гляну в правилах. Наверное, надо в ГГшку влить. Судя по всему. Сейчас я похожу. А нету никаких правил Эльдорадо-то. Значит, надо покупать посело. Ну, я прямо к нему и поведу, видимо, город ставить. Тут неплохое место вот здесь. Да, ничего не написано. по поводу Эльдорадо, что куда-то надо вливать. Так, это же здорово. О, ГГшка еще. И ее никто не встретил. Ну, вот сюда я сейчас буду ставить город. но мне тут рекомендуют, но я для начала здесь поставлю. Здесь еще интересное место для города. Тут, правда, пустынный этот не будет работать, но мне, я думаю, нормально того, что я буду со столицы получать. Это вот неплохой старт. Это я понимаю. Так, здесь уже конец. Мой тут горы. Мой тут горы. Город, без сомнения. Ты, Леша, да, Эльдорадо нашел? Не знаю. Вот мне тоже интересно, кто его нашел. А у тебя больше всех денег. Остальное ты могла сказать потратить. Интересно, на что? Обычно там не знаю. Что-нибудь купить? Тот же монумент. Хотя, зачем кельтам монумент? Купить что-нибудь не нужно. Блин, я все-таки, наверное, здесь поставлю. Да, Эльдорадо в третьем радиусе, но... А далеко ты отсюда, Легу? Нет. Ну что, может, даже захочешь у Эльдорадо город поставить? Ну да. Ты тоже хочешь. Да. Думаешь, странное желание, да? А кто нашел в Эльдорадо? Эльдорадо, кто еще? ИСИАМ. И кто-то еще, мы не знаем кто. В правилах не было, что ГГшке деньги нужно? Нет, конечно. Да, пусть я тут в столице прям рядом. А, нет, ты город поставил. Вот вронишко. А войну-то зачем? А че ты там ходишь? Ты меня только что лжецом обозвал. Ну так это что, это же правда, да? Нет. Я обиделся вообще на тебя, Легу. Я не знаю, как теперь с тобой общаться после такого. Какой-то ты медийное шоу. Слушайте, у тебя есть в классе лицо? Я бы вот эту просто зону между нами буферно сделал. Ты же видел на стаблицу? Мы вообще типа близко. Еще не видел. Ну, в смысле, ты предлагаешь никому там не селиться, да? Да, да, да. Ну, пока, да, пока я согласен. Если надумаю, то предупрежу заранее. Готов мир заключить, Легу. Надеюсь, этот эксцидент никак не скажется на нашей долгой дружбе через всю игру. Если я там город поставлю рядом, что ты скажешь? Не возражаю. Я все клетки, которые хотел, уже получил. Я не думаю, что в этом месте у нас могут быть какие-то особые военные действия. Ну, там на самолетах, конечно, но... Я так понимаю, ты хочешь ниже бананов поставить где-то, да? Или вообще конкретно ниже... Хочу правее, правее хочу. Ну, ставь. Ты же бананов там нечего делать. У меня там уже никаких клеток... Это четвертая клетка в радиусе от меня будет, так что... Блин, четыре хода еще. Ну, вот тут еще, по мне кажется, третий город возможен. Тут, правда, никакого... Нет, значит, вот тут надо. Тут никакого ресурса, роскоши нет. Я пока постою в Эдинбурге. То есть, чтобы деньги не тратить, пока я не очень понятно, куда двигать юнит. Ага, вот где себя. Наверное, сбегаю, посмотрю, что тут. Тут, в принципе-то, неплохой город, конечно, с моим пантеоном, но... Проблема в том, что тут нет никакого ресурса, роскоши. Вообще. Вообще, мне, кстати, много где города можно ставить. Вот Эдинбург плоховат. Дублин очень неплохой город. Давайте, пока не будем расти. Пока в игре небольшое затишь, я спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии ConsulWar.ru. В параллельном мире на Землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Лёша Играет. Обстрелять тебе, варвара? По желанию. Тогда нет. Так, ну вот еще сюда сбегать надо посмотреть. Может тут что интересного? Просто здесь вот эти вот поля, да, отсюда могут... Ифил, набегать. Кто? Не понятно. Идем, поспешил на Чудаш и забил даже на этот... А, блин, я еще олигархию не принял, поэтому у меня не было... Это тут море, вы. Это вороски. Ага. Интересненько, какие-то ресурсы роскоши есть. Ну да, там такой запускчик. Ну, зато, зато с ребятами не возьмут. Да. Анатолий, ты согласен? Приготовитель не возьмут. Я думаю, что тут даже на линкорах не получится. Слушай, Сиам, я вот, кстати, тебя полностью не посмотрел, но... Так ты рядом с озером все-таки реально? Ну, озеро. Просто да. Или нет. Или нет, да. Тут кругом такая территория, я не знаю вообще, куда селиться. Слева голая пустыня, справа голая пустыня. Сверху гора этой... ИГГшки. Какой-то кельт не привезли, не здравствуй. До свидания. Здорово. Да, мне очень не нравится, что он сюда ставит город. Что за луз, никакие институты не принимает. Я думаю, воля. Нет, традиция. Я мирный. Разве традиция равно мир? Мирный, милый. Она более мирная, чем воля. Калычки для детей от двух лет. Даже не знаю, куда сейчас пойти этим. Ну, пойду к этому городу, пожалуй. Ну, классно вот у Швеции, смотрите. Два ресурса. Ну, правда, вот он сектуну ставит. А, хлопок, хлопок его. И тут еще у него... Да, у него, конечно, с ресурсами покроют. Но у меня, правда, эльдорадо. Тут уже грех жаловаться. Хм-м-м. Австриец? Я думал, он осушил море, чтобы. Чтобы построить. Знаете, я, пожалуй, вернусь, тут сейчас варвары будут. Ну, тут примерно понятно, что сейчас я своим скаутом пробегу. Да, где же еще города ставить разно? Ну, вот все еще на миде, например, можно. Ну, и здесь тоже. Так, счастье есть. Теперь хай растет. Наверное, у Кахоки надо сейчас рабочего будет спереть. Фигаси у меня уже через 4 хода. А, нет, вроде, через 4, через 6 ходов. На 31 ходу уже может быть религия. У меня Динбург прямо на железе. Здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего, ребята, не боятся Упс Кто там такой библиотекой? Не обращайте внимания, ребят Эфиоп Ну я думаю, нацколледж, да? Философию Неужели Все еще строят Великие библиотеки ради нацколледжа? Быстро Не знаю, посмотрел что-то Кто это строил? Расскажи, как ты будешь жить Пожелать в мир и на вену У меня ходят, я продлю Отлично, я тоже, кстати, хожу У меня ходят Кто-нибудь не ходит? Ну, хаста, видимо У меня не ходит Все, я выхожу Все, я в игре Отлично Я походил Швед, ты как, будешь тырить рабочих? Ну, это зависит от того, в мир на ли ты собираешься жить Ну, а смысл мне воевать? Я поразвивался Ну, мало ли, что Когда я так вздумаю Закончить развитие И начать воевать Не, ну, само собой Когда-то Кто-то с кем-то будет воевать В любом случае Вряд ли, если я сейчас офигенно разовлюсь Вы такие скажете Ну, ребят, мы же решили с ним не воевать Так и будет Субтитры сделал DimaTorzok А где рабочие кахокии, блин? Неужели варвары сперли? Но не эти Может, те варвары сперли? Может, к ним сходить? Ну, вот уже Должна быть религия, между прочим Так, у кого-нибудь там ресурсы На обмен есть У меня Эти, как их Красители Вино будет Но пока что еще нет Я стратегически не буду говорить свои ресурсы Хочу подлагивать слово Кто-то не будет говорить ресурсы Эфиоп Почему? А, соль? Да Ну, вы догадались То есть мы Не можем открыть Торговлю с тобой И посмотреть все А, ты еще не обработал? Нифига себе Ты к 31-му ходу не обработал соль? Ну, я строил библиотеку Стильное заявление Слушай, ну вот почему Библиотека, по твоему мнению Круче, чем А сколько у тебя соль? Если одна, то еще ладно Но все равно Три Три соли То есть ты считаешь, что прикольнее Построить библиотеку Чем построить рабочего И обработать три соли Которые тебе будет давать Считай Три молотка И три еды сверху Просто вот Ну, не, может Я просто пытаюсь понять Может, это реально прикольнее Ты сам ответил на свои вопросы Ну, по темпу идешь быстрее Просто за счет быстрой науки За счет бесплатной технологии Которые тяжело весят Мне больше нравится Не знаю, возможно, я не прав А откуда вот тут варвары приходят А что они? Если хороший спот, то это Стратно рабочие Можно всю игру всех Отлично Слушай, швед, ты мне прям тут Помог с лагерем Офигенно Где тут варвары, блин? А где рабочий Тогда кахоке Я не пойму Тридцать второй ход И вешать До сих пор нет рабочего Ну, вот я тут тоже Удивляюсь Где А, вот и кахоке Урагузы ворвал рабочего? Нет Значит, у второй ггшки Уже рабочего не Слушай, Фил Мне там не нравится Если ты будешь Ты как-то подальше от моих границ Просто держись Хорошо Окей, я просто не вижу даже границ А, вот лошадка Я хорошо Я по дальнему радиусу обойду Блин Чуть-то я не успеваю ходить Блин Это медленный Так, здесь на еду Тем, если что, там еще левее Зулус Левее меня? Да, если ты вдруг не разведал Ну, я приблизительно Я догадался, что он там Так что, надеюсь, ты На уровне Рагузы Предлагаю, Рагуза Как Раздел между нами Ты слева снизу? Ну, да То есть, вот как-то Давай, вот река Река давай Там еще идет Ну, да Ты вот на правую реку Несуешься, я налево Ну, давай Очень бодро Очень бодро В общем, я под Рагузой собираюсь ставить Ну, так, чуть-чуть беде Ну, на реке Это где? Ну, рядом с оленями Может, ты не разведешься? Под оленями? Просто я хотел благовония забрать Ну, а где ты хотел бороться? Ну, внизу Под благовониями На море То есть, благорвония Третьим радиусом Чтобы зацеплено Да, да, да Да, блин, еще охоты нет Ну, ладно У меня благовония полна Если цепанешь, ничего страшного Ну, то есть, оно тоже У меня получается Третьим радиусом Ну, если уже Дорогу пока провести Ну, или вперед Может, просто пиктами Забрать шведа? Да, вообще Так и надо делать И тупо, и все Не выделываться Особо Не хочет дань давать Ну, сейчас еще один пикт появится И дань мне дастся Так, один ход подождем А здесь надо обработать Так ходить плохо стало Анатолий, что-то ты там отлетаешь Да, Анатолий, с тобой Постоянно пинг Что говоришь? Пересточку пинг С Анатолием тоже Швед Ты что Чтобы не пугался Этот пикт идет Сверху от тебя Лагерь зачищать Нормальный лагерь Я его Парни Зачни уже Тот, кто его возьмет Того и лагерь Тот, кто его возьмет Тот, кто его возьмет Отлично Стоунхенш, варвары, Кахокия хочет Эфиопию встретить. По-моему, тут скорее варвары тебя фармят, а не ты лагерь. Стоунхенш, варвары, Кахокия. Так, следующим ходом надо будет клетку купить. Компенсируй этот лагерь своими рабочими. Уверен? Да. Компенсируй этот лагерь. Ну, тут. А а острее на пустыню взять пансион? не только на конечке не только на конечке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Караванчик бегает, надо будет его пиктом разграбить. Продолжение следует... 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 обратите внимание что на меня швед напал просто я стал около него лучником и все что за варвар абсолютно агрессивный акт а что не так это было сейчас расскажи свою версию нет ты собираешь армию вокруг моего граница нет не нравится и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас открою меткалуки, надо будет меткалуков поднастроить на самом деле. Продолжение следует... 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 Хм, может, у Библоса пока украсть? Не убью же, а нет, убил. О, еще и караванчик сейчас в меня ударится, это здорово. Угу, тратить деньги на апгрейд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у него последний ресурс счастья остался. Вот этот. Если он с кем-то торговал, то торговля на этом закончилась. То есть у него, по идее, счастья вообще не должно уже быть. Здорово, Фьёв. Привет, привет. Я так понимаю, пульт ты держишь очень долго? Да, я тут просто гуляюсь, просто гуляюсь с другого конца карты. Хм. Обстрелял, я так понимаю, его. Ну, нам можно потихоньку развиваться, просто в арбалеты. Ну, я смотрю дела, у тебя неплохие, конечно. Соль, рамор. Не жалуюсь. У нас дыбло это, конечно, меня удивило. Чего? Этот дыбло это меня удивило. Так а почему? Соль, не обрабатывай, строить дыбу. Ну, необычно, необычно. Не забудьте заглянуть на consoleworld.ru. А на этом серия завершена. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.